В Сенате США назвали сроки рассмотрения запроса Байдена о помощи Украине. Запрос президента Джо Байдена о предоставлении помощи Украине планируется рассмотреть Палатой представителей США после Дня Благодарения. Он отмечается 23 ноября, об этом заявил лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, сообщает РБК Украина со ссылкой на CNN, по его словам, объединенный пакет национальной безопасности, который охватывает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы США, будет рассмотрен Палатой после Дня Благодарения. Шумер сказал, что он «очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены, Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион, США нужно одобрить все четыре запроса Байдена, у нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет мер по обеспечению безопасности границ, который будет иметь поддержку обеих партий. Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся после Дня Благодарения, это будет очень важным приоритетом. Все четверо должны получить двухпартийную поддержку в Палате Представителей». Вместе, сказал он, отвечая на вопрос об усилиях Республиканской Партии Палаты Представителей по разделению пакета на более мелкие отдельные законопроекты. Шумер сказал, что им нужна двухпартийная поддержка всех четырех, и он будет усердно, очень усердно работать, чтобы выполнить все четыре запроса. Пакет помощи США Украине. В октябре президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Из этой суммы 61 миллиард долларов предназначаются для Украины, а 14,3 миллиарда долларов – для Израиля. Позже новый представитель Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате Представителей голосовали за такие инициативы в отдельности. Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что интересы США могут пострадать, если Конгресс не одобрит пакет помощи Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.